Тарифы на тепло, как одна из загадок современности. Оказалось, что в разных районах Мордовии стоимость отопления сильно различается. Почему не работает простая логика, что отапливать одинаковые помещения в одной и той же климатической зоне должны за одинаковую цену, изо всех сил пытался понять Евгений Волков. В Саранске основной поставщик тепловой энергии компания Т-Плюс. Для нее установлен тариф 1501 рубль 67 копеек за гигакалорию. Для сравнения, в Розаевке главный поставщик тепловой энергии Мордов электротеплосеть. И там берут с населения на 355 рублей больше. Откуда такая огромная разница, выяснить оказалось несложно. Но даже и на территории одного городского округа Саранск есть различия. В Саранске, кстати, тарифы тоже разные для населения, которые потребляют коммунальную услугу от разных организаций. Допустим, в Саранске есть основной поставщик тепловой энергии ПАО Т-Плюс. И есть, допустим, организация ВАО «Арсенал». Но в целом жители республики справедливо удивляются, почему в Саранске тарифы на тепло намного ниже. Ответ прост. В столице республики используется комбинированная выработка. На ТЭЦ-2 сразу на выходе получается теплоэнергия и горячая вода. Себестоимость при таком способе значительно ниже, чем у котельных в районах Мордовии. Это главная причина такой разницы. Вторая же – износ несущих сетей и оборудования. Если в Саранске этим постоянно занимаются, то в районах обновление оборудования и коммуникаций – желанное, но редкое событие. Ко всему этому можно добавить еще и объемы потребления. Если на предприятии, на каком-то реализуется продукции гораздо больше, соответственно, себестоимость падает. С этим, я думаю, можно согласиться. Вот по населенным пунктам, да, по другим, где поставляется централизованное теплоснабжение и водоснабжение – это основная разница тарифов из-за объемов, которые поставляются потребителям. Сейчас тарифы на стоимость тепловой энергии для всех организаций Мордовии устанавливает Министерство энергетики республики. Цифры разные, но обязательны к исполнению. В любом случае, если конечный потребитель заметил несоответствие официальных цифр на сайте министерства с теми, что в расчетках можно смело их обжаловать и наказывать коммунальщиков. Евгений Волков, Григорий Денисов. Наши новости.